Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Влог, и это долгожданное новое сравнение Pixel 7 Pro. Звук прямо сейчас идет с него, против Galaxy S22 Ultra. Звук прямо сейчас идет с него. Мы с вами сегодня посмотрим, на что способны эти смартфоны. У меня вообще запланирована большая серия видосов, конечно же, про Pixel, как он снимает с Samsung, как он снимает с iPhone, как он снимает с Pixel 6 Pro, и, может быть, с какими-нибудь другими смартфонами. Если вам интересно, какие-нибудь другие сравнения, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы с вами сегодня проведем очень хорошо время познавательно. Я бы сказал так, меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! Сразу хочу сказать, что прямо сейчас вы можете обратить внимание на то, как снимает фронтальная камера. Это раз. Во-вторых, если вы хотите по хорошим ценам приобрести Pixel 7 Pro, а может быть 6 Pro, а может быть 7 Pro, заходите к моим друзьям в компанию Cypress. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Классная цена, доставка по всей России. Ну и первое по фронтальной камере, на что я обращаю внимание. Посмотрите, на Pixel'е у меня лицо немножко становится блинным, потому что все тени, которые есть, они высветляются. На Samsung'е такого нет. У меня темное лицо, но при этом есть тень, есть очертания и так далее. На Pixel'е у меня лицо немножечко без теней. Эта проблема была на iPhone'е. Ее, кстати, убрали в 14 Pro. А на Pixel'е почему-то осталось. Прямо сейчас видно, что у меня лицо просто плоское, просто оно светлое, светлое и все. И это не очень хорошо. Вы видите, как иззади всякий собор шатается на обеих камерах. И вот давайте сразу я вам покажу киллер-фиш, что от Pixel'е. Это шумы. Господи, посмотрите, какой страх. Посмотрите, какое огромное количество шумов. Это чтобы вы понимали, что обзор не будет у нас про то, какой классный Pixel. Будет очень много нюансов, о которых, кстати, в других обзорах не говорят. Ну что, давайте разбираться с видео-возможностями. Самый сложный вариант это ночь 4K 60 кадров в секунду. Вы видите, кажется, темнее картинка на Pixel'е по сравнению с Samsung'ом. Если говорить про детализацию, мне кажется, что на Pixel'е деталей много, но посмотрите, как много шумов. Просто все в шумах. Ужас какой. Это было в прошлый раз, и это и есть сейчас. Посмотрите, трава. Смотрите на траву, да, все в шумах. А еще у нас и дождь идет. Это дополняет, конечно же. Но посмотрите, на Samsung'е нет шумов, а на Pixel'е есть шумы. Шумы причем есть на небе, шумы есть на всех темных объектах. Это просто какая-то беда. Это у нас сверхширокоугольная камера, а опять шумы. Посмотрите, какие дикие шумы. На небе шумы, на земле шумы, везде шумы. Смотрим на Samsung, нету никаких шумов, все хорошо. Да, детализации не хватает, потому что темно, но шумов-то таких нету. Pixel' какую-то дичь делает. А посмотрите на засветы на зданиях. Вы же всегда слышите у других блогеров, что у Pixel'а офигенный динамический диапазон. Да где же он? Посмотрите, засвечены дома. Не может одновременно Pixel'е показывать на видео и светлый объект. Но посмотрите, вот какой страх, прям ужас. На Samsung'е, кстати, тоже такая штука была, но ее пофиксили. Просто ужас. Еще сверху шумы, еще снизу шумы. И, как сказал Google, лучшая камера на планете. Просто жесть какая-то. Совершенно не хочется хейтить Pixel'е. У него, безусловно, есть плюсы, но у него есть и конкретные минусы. Вот прямо сейчас. Видите тоже засветы на Исаакиевском соборе. Детализация. Посмотрите на Исаакиевский собор. Детализация же меньше. Ну, а это уже не 4К, а обычные Full HD 30 кадров в секунду. Вот здесь шумов нет. Посмотрите, вот здесь более-менее Pixel' справляется с ситуацией. И давайте посмотрим на детализацию. Давайте посмотрим, как у нас отображаются цвета. Посмотрим на засветы. Понятное дело, что здесь не как на сверхширике. Таких жестких засветов нет. И смотрим на детализацию. По земле как раз-таки очень хорошо заметная детализация. Мне нравится, что трава зеленая. На Samsung, видите, трава такая желтоватая. На Pixel'е она зеленая. Pixel'е здесь дорабатывает. Потом у нас будет видео, где Pixel'е слишком уж делал зеленую траву. Посмотрим на это замечательное дерево. Мы, кстати, когда к нему подходили, у нас на Samsung'е были смазы. Но сейчас вроде как все нормально. Хотя вот в тенях порой Pixel'е слишком темный. Вот, посмотрите сейчас на дерево на Samsung'е. Посмотрите, как кора, видите, прыгает немножечко. Вот этот эффект плохой есть на Samsung'е. На Pixel'е отлично. На Pixel'е хорошо с деталями. Видите, на Samsung'е чуть более голубая картинка стала. Это поднимается ISO. За счет этого у нас появляется такая голубика. Но, к сожалению, Samsung в темноте по-прежнему еще не очень хорошо снимает. Хорошо, хоть без таких диких шумов, которые есть у нас на Pixel'е. Темноватая картинка на Pixel'е, особенно в темных местах. Исаакиевский собор примерно одинаково выглядят. Мне кажется, что по детализации примерно одинаково. Хотя, вот видите, я двигаю Pixel'е и немножечко у нас теряется детализация. На Samsung'е все вроде как почетче. Вот, смотрите, какой темный газон на Samsung'е. Он не такой темный. На Pixel'е темнющий газон. И, кстати, деталей на газоне не очень хорошо. Вот, посмотрите, я вам сейчас сделаю увеличение. Это увеличение не оптическое, это я просто сейчас взял и видеофайл увеличил. Посмотрите, где детали-то на Pixel'е? Нету деталей на Pixel'е. На Samsung'е больше деталей. Да, я думаю, что апдейты, конечно же, будут улучшать ситуацию. Без этого никуда. Так что ближайший месяц, другой, третий. Можно будет повторить такое сравнение через несколько месяцев. Правда, через несколько месяцев у нас снег будет, а не земля. Что думаете? Надо будет делать повторение. Давайте посмотрим на работу телевичка. Пятикратное увеличение на Pixel'е против трехкратного увеличения на Samsung'е. В целом, неплохо. Ночью, безусловно, очень сложно снимать на телевичок. По простой причине у телевичка не очень хорошая светочувствительность. И именно из-за этого ему нужно большее количество света, чтобы получать хорошие фотографии и снимать хорошее видео. Но здесь мне нравится картинка на Pixel'е больше, чем на Samsung'е. Иногда только мне не нравится стабилизация, у нас все немножко дергается. Но в целом, по деталям на Pixel'е точно все получше. Вы это видите и по лахта-центру, и по вантам на мосту, и снизу, и по воде. Ну а вот это у нас уже кинорежим. Видео с размытием заднего фона. Портретный режим мы снимаем сейчас на основную камеру. И я бы сказал, что на Pixel'е, посмотрите, ну, во-первых, волосы. Не очень хорошо обрабатывает Pixel'е. Куча артефактов. На Samsung'е такого нету. И еще на Pixel'е очень большое размытие. Это что за дела-то такие? То есть на Pixel'е картинка выглядит абсолютно ненатурально. На Samsung'е небольшое размытие. Оно как раз-таки дает натуральную, более-менее, по крайней мере, натуральную картинку. На Pixel'е какая-то беда. Вот прямо сейчас посмотрите. Просто не может ничего вырезать наш замечательный Google с его искусственным интеллектом, со всеми делами. Да, ну хорошо, хоть джинсы более голубые, чем на Samsung'е. Мне по цветам больше нравится Pixel'е такой более живой. На Samsung'е, кстати, можно снимать еще с трехкратным увеличением. И картинка тогда будет еще более киношная. А, к сожалению, Pixel'е так делать не может. iPhone'е тоже умеет снимать в кинорежиме с трехкратным увеличением. Но, к сожалению, Pixel'е не может этого делать. Но я думаю, что так как только в этом году Pixel'е запустил всю эту историю, то буду все это дело допиливать. Это, кстати, девушка Аделина. Она мне помогает делать все фотографии. Сегодня будет много ее фоточек. Так что посмотрите дальше. Давайте посмотрим на обычную дневную съемку. Это Full HD 30 кадров в секунду. Понятное дело, здесь уже будет гораздо сложнее выцеплять разницу. Но вот смотрите, что я хочу вам показать. Посмотрите на цвет травы. Как она постепенно становится слишком зеленой, слишком желтой. И пиксель здесь задирает немножко цвета, поэтому все становится очень нереальным. Посмотрите, какая трава. Очень-очень зеленая. А сейчас она становится желтая. Посмотрите на дерево. Она становится тоже желтая. Но, пиксель, ну что ж ты делаешь? А сейчас все становится темное. Смотрите, мы снимаем против солнца, и у нас все стало очень темным. Люди. Посмотрите, человек идет, у него сзади все темно. Посмотрите на деревья. Все очень темное. Samsung вытягивает тени, пиксель не вытягивает тени. Это, опять же, возвращаемся к динамическому диапазону. Типа одновременно можно показывать и светлые части, и темные. Да, посмотрите как. Не очень хорошо. А еще в тенях у нас шумы на пикселе появляются. Видите, все немножечко дребезжит. Ну... Да, программистам пикселя точно надо будет над чем-то поработать. Особенно над желтыми деревьями, которые должны быть зелеными. И самое интересное, что в большинстве ведь обзоров об этом не говорят. Большинство обзоров говорят, какой классный пиксель, как он классно снимает, какой портретный режим и бла-бла-бла. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Здесь у нас такие детализированные разборы. А вот у нас уже сверхширокоугольная камера. На пикселе чуть более цветная картинка. На Samsung менее. Детали, кстати, если смотреть на песок. Мне не очень нравятся детали на пикселе. Мне кажется, что на Samsung детали чуть побольше. Опять трава слишком зеленая. И немножечко желтоватая. И как будто бы пиксель не врубается, какого цвета должна быть на самом деле трава. И зачем он вообще вот так все содержит. И опять тень. Опять тень. Не может он поднять тени. Поэтому у нас все черное. Деревья черные. Все тени черные. На песке сейчас вы видите огромное количество шумов. Блин, мне кажется, я пиксель закапываю и закапываю дальше. Просто какая-то жесть. Мне даже, ну, как-то неловко. Просто неловко сидеть и тыкать пикселю в его минусы. Ну, как так? Ну, как так? Посмотрите, какая тень. Посмотрите, какая темень на пикселе. Просто какая-то беда. Да. Авторежим. Да. Ну, я не знаю, что еще, честно говоря, добавить. Просто какая-то беда. Ну, а теперь посмотрим, как у нас работает телевичок. Я бы даже сказал, больше. Это десятикратное увеличение. На Samsung 10-кратное увеличение оптическое. На пикселе 10-кратное увеличение цифровое. В целом, неплохо. Да, я могу сказать, что особой разницы я какой-то не вижу. То есть, если бы я увидел эти две картинки, я бы не сказал, что у кого-то лучше, а у кого-то хуже. Примерно одинаково. Пиксель еще чуть более контрастную картинку делает. А Samsung более засвечивает. И по стабилизации хорошо. Смотрите, держатся обе камеры. Особенно не дергаются. Вот у нас Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что деталей все-таки побольше на Samsung. Особенно если посмотреть на деревья, то вот на пикселе, конечно, там немножечко кашется. А на Samsung все-таки у нас оптическое лечение в 10 раз. То и по-другому все выглядит. Но на пикселе чуть более задранные цвета. Так, красивый мужчина. Ну да, детали на Samsung получше. Друзья, ну в целом, что можно сказать? Надо пилить. Вот пока еще не хочу сейчас загонять Pixel 7 Pro в угол. Надо пилить. Пилить софт, убирать вот это огромное количество шумов. Хотя оно было и в прошлом пикселе, и почему с этим ничего не делает, я не могу вообще понять. Да, картинка порой неплохая, детализация порой неплохая, но шумов в темных условиях. Плюс, конечно же, в тенях все очень темное, когда мы снимаем против солнца. Простите за тавтологию. Перебор с цветом. Слишком зеленое, слишком желтое и так далее. Телевички снимают хорошо. Ночью хорошо снимает телевичок. Мне понравилось точно лучше, чем у Samsung. Днем, соответственно, тоже. Вот посмотрите, какой сейчас у нас слишком цветная картинка на пикселе. Посмотрите, как прямо задраны цвета. Прямо вот ненатурально. Да, я соглашусь, что это выглядит эффектнее, но это слишком ненатурально. Ладно, друзья, с видосами разобрались. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете. Напишите пару в комментариях, а мы сейчас переходим к фото. Там тоже будет очень интересно. Ну что, друзья, одна из самых горячих битв этого сезона. Galaxy S22 Ultra против новинки Pixel 7 Pro. 128 фотографий я для вас сделал. На самом деле их было гораздо больше. Я отобрал самое интересное. Что, мне кажется, характеризуют эти смартфоны? Портретики, телевички, днем, ночью. В общем, по полной программе пройдемся. Начинаем с центра Санкт-Петербурга. Основная камера. Сразу замечаем, что Pixel темнее, Samsung светлее. Делаем увеличение и смотрим, что у нас интересного. Pixel даже не то, что темнее, он и контрастнее. Но, безусловно, на Pixel больше деталей. Смотрим на Николая I. Вот здесь гораздо больше деталей на Pixel. Причем, ну как бы, прямо вот больше. Да, посмотрите на лошадь здесь и здесь. Да, хорошо. Основная камера. Дневная фотография. И сразу вылезают плюсы. Но темновато. Еще одна фотография. Опять же, смотрим, потемнее и не такая цветная фотография. Samsung здесь немножечко преувеличивает и делает цвета чуть более насыщенными. Здесь кому как нравится, мне нравится, когда цвета на самом деле насыщенные. По деталям я не могу сказать, что мне прямо какой-то из смартфонов нравится. И я, наверное, выделил все-таки Samsung, потому что вот здесь вода на Pixel прям уже начинает разваливаться. А на Samsung таких артефактов нету. Ну и плюс картинка более цветная. Мне это больше нравится. Еще одна фотография. Основная камера. Здесь у нас фотография по солнцу. То есть солнце освещает объект. И вот здесь Pixel уже не делает темную фотографию. Возможно, когда у нас солнце сзади, ну или свет. Pixel не очень хорошо делает HDR. Ну, мы с вами посмотрим дальше. Но по деталям Pixel опять чуть поинтереснее. Не сказать, что глобально. Но вот здесь видно, да, что Pixel все-таки чуть-чуть поинтереснее. Вообще, в принципе, можно сделать вот кроп такой картинки. Посмотрите, как прикольно получается, да. Еще раз основная камера. Еще раз чуть более светом получается Samsung. Ну и опять, наверное, чуть больше деталей на Pixel. Если посмотреть вот здесь в тенях, особенно вот на эту часть, вот здесь у нас информация сохраняется. А на Samsung все немножко пропадает. Эта разница крайне невелика, но она присутствует практически на всех фотографиях. Вот здесь особенно хорошо заметно. Посмотрите, как Pixel сделал асфальт и плитку. И как Samsung не то, что не сделал, а просто все развалил. И это, считайте, у нас центр кадра. И посмотрите, как все не очень. Можно с уверенностью сказать, что основной сенсор на Pixel делает фотки лучше. Это, кстати, у нас уже сверхширокугольная камера. Samsung опять чуть более светлую делает фотографию. И здесь тоже крайне сложно выделить победителя. И я думаю, что в данном случае чуть получше все-таки Samsung. Еще одна сверхширокугольная фотография. Ярко светит солнце. Оба смартфона начинают, на самом деле, косячить. Видите, у нас блик появляется. Засвет. Да, засвет на самом деле не должно быть. Вот здесь все засвечено. И Pixel, и Samsung. Но, извините меня, они не должны делать так фотографию. Она не должна быть такой засвеченной. Я понимаю, что это сверхширокугольная камера и бла-бла-бла. Я вам сейчас могу показать, как фотография получилась на основную камеру. Но вот такого засвета точно не должно быть. Поэтому я считаю, что оба не справились. Это же фотография на основной модуле. Вот здесь все хорошо. Засветов никаких не... А нет, смотрите. Pixel-то все равно сдался. На, дружок. Это крайне интересно. Ведь всегда говорят, что в Pixel'ах крутой динамический диапазон. Но мы с вами видели на видео, в темноте светлые объекты не всегда хорошо получаются. И на фото тоже. Посмотрите. Вот просто блик и просто засвечен. Вот вам весь этот динамический диапазон работы HDR, HDR+, и так далее. К сожалению, часто это только больше на словах, чем на деле. Мне кажется, что блогеры просто привыкли к тому, что ну Pixel' типа вот такой классный. Поэтому и говорят. Зачастую ведь люди не делают вот такого дотошного сравнения на других каналах. Поэтому и какие-то моменты упускают. Ну ладно, бог с ним. Мы с вами смотрим, на что способны сверхширокугольные камеры на Samsung'е и на Pixel'е. Смотрим на детализацию. В данном, наверное, сценарии я дам предпочтение, наверное, Pixel'е. Хотя фотографии крайне близки. Давайте посмотрим работу телевичков. Пятикратное увеличение на Pixel'е и трехкратное на Samsung'е. Я напомню, что на Samsung'е у нас есть еще десятикратное увеличение. На Pixel'е, кстати, на фотографии как будто немножко не хватает контраста. То есть вот на Samsung'е хорошо с контрастом. Посмотрите, какой постамент хороший получился по цвету. И как на Pixel'е этого цвета-то и не стало. Ну, если говорить про детализацию, то пятикратное увеличение на Pixel'е дает все-таки побольше деталей, чем трехкратное на Samsung'е. И разница заметна. А по цветам лучше Samsung. Еще одна пятикратная и трехкратная. Вот обратите внимание, когда у нас пятикратное увеличение, у нас объект уже не влезает. То есть, представляете, насколько мне нужно отойти от него, чтобы я все-таки получил нормальную фотографию. Вот, например, я хочу полностью сфотографировать объект. И на Samsung'е он влезает, а на Pixel'е не влезает. Я бы сказал, что пятикратный Zoom, он не такой универсальный, как трехкратный на Samsung'е. Потому что трехкратный на Samsung'е мы еще используем и как Zoom для портретов. Я бы сказал, что это даже основное его предназначение. А пятикратный мы уже не сможем использовать. Ну и сравниваем детали. Опять же, на самом деле, не сказать, что глобально есть разница. Да, разница есть, безусловно, в пользу пятикратного. Но, ну честно, я не могу сказать, что она прямо очень-очень большая. Хроматические аберрации тут у нас есть на Samsung'е. Недоработки на по деталям в целом достаточно близко. Так, а это у нас уже десятикратное увеличение. Посмотрите, насколько на Samsung'е более правильная по цветам фотография. Яркая листва, а на Xiaomi совершенно не яркая листва. Ну и разницу вы видите, да, десятикратное увеличение на Samsung'е оптическое и десятикратное увеличение на Pixel'е гибридное. Разница очевидна. Еще сравниваем два десятикратных увеличения. Здесь, кстати, разница не так велика, как на предыдущей фотографии. И, может быть, даже я бы не стал бы отдавать здесь первенство Samsung'у, потому что Pixel'е здесь тоже хорошо справился. У него четкости поменьше, но картинка такая чуть более живая, как будто бы. Ну вот вам как кажется. Какая лучше получилась. Еще одно увеличение в 10 раз. Красивый мужчина. Ну и заметно, что на Samsung'е у нас детали побольше, четкость побольше. Но, опять же, не глобально, да. То есть в каких-то сценариях это более заметно, в каких-то менее. Ночью так вообще у Pixel'а будет преимущество, потому что это сила у пятикратного выше, чем у десятикратных. Ну и не менее интересно, может быть, даже более интересно посмотреть ночные фотографии, как оба смартфона справляются. Естественно, ночной режим. Здесь мне Pixel' нравится больше. Samsung, во-первых, желтоватый стал. Во-вторых, ну на Samsung'е вот это, что это такое? Вот это вот, что за Лахта-центр? Вот, а Pixel'е он получился. Может быть, тоже не лучшим образом, но на Samsung'е вообще не очень. Тут же фотография на сверхширик. По-разному смартфон издалека. И на Samsung'е опять все немножко как-то дернулось. На Pixel'е тоже не ровно, но на Samsung'е еще хуже. И пятикратное увеличение здесь сделало фотографию точно лучше, чем трехкратная на Samsung'. Я бы даже сказал, что это немножко неожиданно. Так, по идее, не должно быть. Ну вот, как есть. Еще одна ночная фотография. Издалека примерно все одинаково. Делаем увеличение. И здесь я бы сказал, лучше справился Samsung. Да, вот все заклепки, которые здесь есть на корабле, они видны на Samsung'е лучше, чем на Pixel'е. А теперь пятикратное увеличение против трехкратного. Да, хорошо, хорошо получается фотографии на пятикратное увеличение. Посмотрите, какая и четкость, и детализация, и классно выглядит фотография. Да, пятикратный зум, очень приятный. Я по-прежнему его считаю не очень универсальным, но по качеству он дает очень хорошие результаты. Посмотрите. Еще одна непростая ночная фотография. У нас дальний очень яркий объект. И тут прямо видно, что оба смартфона кряхтя справляются, но Pixel'е ушел в засветы. Уже не первый раз мы с вами это видим. Видите, все засвечено. Засвечено, засвечено. Интересно бы узнать, как бы iPhone здесь справился с этой фотографией. А может быть Xiaomi 12 с Ultra. Если нужно сделать сравнение Pixel'е 7 Pro с iPhone'ом и Xiaomi 12 с Ultra, напишите, пожалуйста. В общем, здесь я бы сказал, лучше фотографии получилась на Samsung'е. Хотя оба справились так себе. Делаем увеличение. Пятикратное и трехкратное. Пятикратное опять хорошо. И да, и лучше, чем трехкратное на Samsung'е. Видите, вот здесь видны перила. А на Samsung'е они практически не видны. И на Samsung'е больше засвет, а на Pixel'е меньше. И это же фотография с десятикратным зумом. Ой, Samsung тут тяжело. На Pixel'е прямо хорошо получилось. На Samsung'е явно все дернулось. Давайте будем считать эту фотографию браком. Но что важно знать. Эта фотография сделана в ночном режиме. То есть фотографию он делал порядка четырех секунд. И вот видите, дернулось. Часто я замечал за Samsung'ом, что он вот так вот поступает. В ночном режиме фотографии с десятикратным увеличением тяжело делать. Лучше сделать без ночного режима. Еще одна вечерняя фотография. Здесь мне больше нравится Pixel'е. Посмотрите, у нас как минимум трава зеленая. Потому что на Samsung'е трава медная. Баланс Берлова не очень правильно выверен. Если говорить про детали, то оба смартфона достаточно близки. Порой, может быть, даже детализации не хватает. Но, наверное, все-таки чуть больше деталей на Samsung'е. Немножко, но больше. И эта же фотография на сверхширокугольную камеру. Здесь уже на Pixel'е не такая зеленая трава. И, наверное, здесь уже получше детализация. Да, точно, Samsung получше. Вот здесь видно больше деталей на Samsung'е, чем на Pixel'е. Интересно получается, то один, то второй. Давайте еще одну посмотрим фотографию. Здесь точно Pixel'е получше. Да, посмотрите, причем гораздо получше. Samsung здесь справился на четверочку, если Pixel'е на пятерочку. Ну и делаем пятикратное и трехкратное увеличение. И здесь тоже лучше справляется Pixel'е, чем Samsung. Прямо очень хорошо видно вот здесь по перилам. Ну вот посмотрите на Samsung'е, какая рыхлая фотография получается. На Pixel'е гораздо получше. Но вроде с ночным режимом разобрались. Мне очень нравится, как телевичок фотографирует. И мне не нравится, что Pixel'е засвечивает объекты. В целом, мне сложно сказать, что Pixel'е именно лучше. Вот днем, да, у нас была детализация на Pixel'е часто получше. Но опять же, были засветы. Я предлагаю сейчас немножко посмотреть на портретики. Итак, дневная фотография. С портретиками, смотрите, немножко сложная ситуация. Потому что Samsung может делать фотографии без увеличения в портретном режиме и с трехкратным увеличением, с портретным режимом, с размытием заднего фона. Pixel'е же на основную камеру без увеличения не умеет делать фотографии с размытием заднего фона. Мы когда включаем портретный режим, он сразу делает небольшое увеличение. А по сути у нас получается кроп с основной камеры. Поэтому посмотрите, как выглядит кожа на Pixel'е и как она выглядит на Samsung'е. Но очевидно, что на Samsung'е она получается лучше. На Pixel'е прям очень рыхлая, нехорошая фотография получается такая. И за счет вот этого дополнительного шарпинга, лицо, конечно, выглядит похуже. Можно даже сказать, что куртка, типа, получилась на Pixel'е получше. Вот тут там деталей побольше и так далее. Но очевидно, такой шарпинг и такая обработка портит лицо. Тем более, когда это лицо девушки. Я понимаю, да, а брутальный парень, ему можно резкие грани, но девчонкам нельзя. Еще одна фотография. На Samsung'е у нас трехкратное увеличение. На Pixel'е основная камера с этим самым кропом. По цветам, опять же, мне не нравится. Посмотрите, на Pixel'е опять тусклая фотография. На Samsung'е не преувеличены цвета. Здесь и зеленый в порядке, и вот этот коричневый на курточке в порядке. Фотография выглядит приятнее. Pixel'е опять делает не настоящие цвета. Цвет был не такой, как на Pixel'е, а такой, как на Samsung'е. Мало того, посмотрите, детали на Pixel'е пропали. Здесь фактура кожи видна на Samsung'е. Ну и лицо Аделины мне больше нравится на Samsung'е. Да, девушку, кстати, зовут Аделина. И посмотрите, Pixel'е как не очень удачно обрабатывает волосы. Вот у нас здесь видна вот эта кромка. На Samsung'е такого нету. Samsung'е более четко обрабатывает. Хотя, я думаю, во многих обзорах вы могли услышать, как круто Pixel'е выделяет объекты и вырезает их из заднего плана. Нет, Pixel'е всегда не очень хорошо это делает. Я вам 100% могу сказать. Вот, смотрите, раз, опять косяк. На Samsung'е такого косяка нету. И вот во всех портретных фотографиях у нас будут вот такие косяки по волосам. Вот здесь сзади раз, обрезал. А на Samsung'е нет. Samsung пытается что-то сохранить. Ну, в общем, мне здесь нравится Samsung. Так, еще одна фотография. Тут, смотрите, я включил телевичок в Pixel'е, о чем сигнализирует вот эта надпись F3.5. Это у нас телевичок. На Samsung'е тоже телевичок, только трехкратное увеличение. Опять же, посмотрите, цвета более нежные, более правильные на Samsung'е, более серые, более грубые на Pixel'е. Лицо тоже более правильного цвета на Samsung'е. И более такого грустноватого цвета на Pixel'е. Волосы, посмотрите, темные, а на Samsung'е такие более каштановые. Это правильный цвет. Ну и на Samsung'е у нас есть размытие заднего фона, потому что это портретный режим. С трехкратным увеличением на Pixel'е нету размытия заднего фона, потому что это не портретный режим. Понятное дело, мы сами можем сделать портретный режим, если зайдем в Google Foto и нажмем типа портрет, но это будет немножко другое. В целом, что можно сказать? Вот у нас пятикратное увеличение против трехкратного. Мне нравится результат на трехкратном. То, что у нас выдал Samsung. Я думаю, что может быть где-то детали будет чуть поменьше, но вот цвета мне точно больше нравятся на Samsung'е. И как это все выглядит на Samsung'е, мне тоже больше нравится. Еще одна фотография Аделины. Пятикратное увеличение на Pixel'е, трехкратное увеличение на Samsung'е. Опять же, обратите внимание на цвета, какие они все-таки более приятные на Samsung'е, и какие они более тусклые, более серые, более аутентичные, я бы сказал, на Pixel'е. Уверен, что есть среди вас люди, которым нравятся именно такие цвета, немножечко блекловатые такие, но мне нравятся более позитивные. Напишите, пожалуйста, кстати, друзья, какие вам цвета больше нравятся. Делаем увеличение. Здесь на Pixel'е больше получилось деталей. Фотография более натуральная, прикольная. На Samsung'е все немножечко начало размазываться, и уже деталей не хватает. Прямо разительно не хватает. Видите, джинсы как получились. Ну, а давайте вечерние и ночные портретики посмотрим. О, хорошо. Вот здесь тоже трехкратное увеличение на Samsung'е. Основная камера с кропом на Pixel'е. Кто вам больше нравится? Мне здесь больше нравится. Вообще, мне больше нравится здесь Samsung. Причем у Samsung'а деталей точно поменьше. Посмотрите, например, на волосы. Они такие на Samsung'е съедены. На Pixel'е больше деталей. Но тут очень легко это объясняется. Все-таки основная камера на Pixel'е, естественно, имеет цветосилу выше, чем трехкратное увеличение на Samsung'. Но вот по композиции, по размытию, по тому, как у нас мост приближен, мне больше нравится Samsung'. Еще одна фотография. Ой, как Pixel'е начал делать шарпинг. Да, вот эта искусственная резкость, она, конечно же, вопросная, скажем так. Она не очень аккуратная. Она достаточно грубоватая и резкая. Samsung' тут тоже, честно говоря, ничего хорошего не сделал. В принципе, он все засветил. Так что Samsung, как бы, бракованную сделал фотографии. Pixel' сделал в целом хорошо, но все-таки я бы делал вот эту обработку лица чуть более мягкую. А то она для девушек, еще раз скажу, получается грубоватый. Еще одна фотография. Вот здесь классно Samsung получился. Мне нравится, как Samsung по цветам выглядит. Pixel'е опять у нас делает более серую фотографию. И вот за счет этого шарпинга, опять же, фотография выглядит более грубой. Посмотрите, какая она классная получилась на Samsung'. Здесь много света, поэтому трехкратное увеличение на Samsung'е уже не теряет деталей. И фотография получается прикольная, хорошая. Мне нравится. Аделина тут отлично получилась. Если, кстати, хотите больше фотографий Аделины, я внизу оставляю ссылочку на ее соцсети. Заглядывайте. Так, вот еще одна фотография. Ой, здесь пиксель. Ой, какая тут беда с детализацией. Ой, вообще. Какой-то ужас. Ужас. При том, что это фотка на основную камеру. Да, кроп, но посмотрите, как плохо. И кроме слова плохо, здесь ничего не подойдет. Прямо плохо. И ведь Google заявляет со сцены, во время презентации, что это лучший смартфон для фотографий. Ну, как это лучший? Ну, о чем вы? Здесь вот точно и Samsung, и iPhone, да все остальные справятся лучше. Прямо плохо. Пиксель плохо. Еще одна фотография. Кстати, на Pixel-то все стало желтым. А вообще-то у нас кофта-то белая. И поэтому сзади Mercedes у нас белый, а на Pixel-то он желтый. Опять обработка Pixel-то мне не очень нравится. Опять слишком агрессивно. Немножко нарисовано. И поэтому я даю предпочтение Samsung. Посмотрите, вот какой пух здесь такой. Получился мягкий, прикольный, воздушный. На Pixel-то какая-то немножко такая жеваная бумага получается. Еще одна фотография Аделины. И опять посмотрите, как плохо Pixel делает по деталям. Ну то есть просто плохо. Какой выход надо делать в этой ситуации? Отключать портретный режим, делать просто фотографию на основную камеру. Но тогда у нас немножко все изменится. Изменится геометрия лица, изменится приближение заднего фона. Не будет, кстати, размытия, которое опять же можно сделать. Короче, фоточка станет немножко другой. Немножко выйдет из портретного режима. Получится слишком сверхширокугольный. Но то, что делает Pixel по деталям, посмотрите, как ужасно. Кофта должна быть воздушная, прикольная, пуховая. А на Pixel она превращается просто в тряпку какую-то. Да, вот те и на 7 Pro. И еще одна фотография. Опять же, опять же, Pixel полностью убивает фактуру. Может быть, он делает более детализированную фотографию, но по факту кофта выглядит не так, как она выглядит по-настоящему. Поэтому здесь я тоже отдаю предпочтение Samsung. А вот такая фотография. Ну вот опять Pixel. Pixel опять включил свою улучшалку. Samsung опять сделал слишком светлую фотографию, не очень правильную. Pixel, да Pixel тоже, честно говоря. Ну вот что это? Лучшая камера? Лучшая, блин. Как много, посмотрите, косяков, как много каких-то артефактов. На Samsung деталей поменьше, но и артефактов поменьше. Да, тоже мне красавчики. А это, кстати, пятикратное увеличение против трехкратного. Ну, смотрите, по цветам мне больше нравится Samsung. На Pixel все стало очень желто-медно и немножко даже зеленоватым. Samsung мне нравится больше. На Pixel, кстати, вот это размытие, это оптическое размытие, настоящее, не портретный режим. Но мне больше нравится фотография на Samsung. Я бы, конечно, сделал чуть экспозицию поменьше, и лицо чуть потемнее. Но больше объема, больше информации. Правда и шумов побольше тоже. Мы том, что Pixel ругали за это. Теперь вот на Samsung здесь много шумов на темной кофте. Короче, друзья, Pixel что-то прямо, ну, прям вот, не то, что расстраивает, мы знаем все эти косяки Pixel, но то, что он делает порой вот такие ужасные фотографии по детализации. И вроде как издалека фотография выглядит красиво, тут и зелененькое, и все хорошо, но когда мы увеличиваем, у нас кофта превращается просто в половую тряпку. Это просто ужас какой-то на Pixel. Просто ужас. И ведь так может выглядеть ваша любимая девушка, там, не знаю, жена, супруга, сестра. Да, Samsung здесь предпочтительнее. Кстати, обратите внимание, на Samsung фотография весит почти 7 мегабайта, а на Pixel почти 3 мегабайта. Но на самом деле это объясняется легко, потому что в Samsung фотографии здесь, на самом деле, несколько фоток внутри зашито, чтобы можно было менять точку фокусировки. Ну, а теперь смотрим на фронтальную камеру. Очень темная фотография получается на Pixel. Глаза очень темные. Не очень мне нравится, как выглядит лицо на Pixel. Цвет лица не очень прикольный, какой-то розовый. Вот мне больше нравится, как на Samsung. Если говорить про детали, очень близко на Pixel просто, я бы сказал, чуть больше обработки. Ну, по факту, наверное, чуть более детализированная картинка на Pixel. Но мне больше нравится Samsung, хотя вот тут он засветил. В целом, эта фотография в Львове, значит, надо дальше обрабатывать, чтобы она получилась окей. Ну и селфи от Adelina. Да, посмотрите, опять более темная фотография на Pixel, более светлая и позитивная на Samsung. Samsung, конечно же, дружелюбнее к фотографиям, особенно для девушек уж точно. Если парням, еще раз повторюсь, вот эта грубость, возможно, пригодится, то девушкам Samsung лучше подойдет. Опять же, посмотрите, как волосы сзади обработаны прямо на Pixel, кусками. Смотрите, раз-раз, какие-то косяки-косяки. На Samsung ровненько, ровненько, не идеально, естественно, но ровненько. Ну и лицо. Ну вот, где вам больше нравится лицо? Мне, безусловно, нравится больше лицо на Samsung. На этом предлагаю я и закончить. Ну, друзья, что вы думаете? Безусловно, давайте так, безусловно, Pixel имеет очень хорошие стороны. Основная камера днем делает фотографии гораздо более детализированнее, чем на Samsung. При этом в портрете, как все очень неоднозначно, много брака, классные светосилы у телевичка пятикратного. При этом, конечно же, грубоватая обработка и вот этот Pixel серый стайл, мне кажется, для девушек не очень подходит. Опять же, было бы круто узнать мнение девушек. Напишите пару раз в комментариях, что вы думаете. Ну, а я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным и вы немножечко по-другому посмотрели на то, как фотографирует Pixel 7 Pro в сравнении с Galaxy S22 Ultra. Если вы считаете, что в какой-то момент я говорил неправду, обязательно пишите. Филипп, на 15-й минуте ты сказал, что лучше Samsung, а на самом деле, конечно, лучше Pixel. Пишите, пишите это в комментариях, это всегда очень важно, потому что я рассказываю свои ощущения, а вы, конечно же, видите все по-другому. Аделине отдельное спасибо за то, что поучаствовал в фотосессии. Ссылочка на нее будет внизу, так же, как и на покупку Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra на Snapdragon. Все, друзья, не забывайте подписываться на канал, чтобы получать больше подобных видосов. Меня зовут Фил, это честный блог. Не болейте, всем счастливый, пока. Субтитры сделал DimaTorzok